Денис, приветствую тебя! Привет-привет! Традиционный четверг. Разбираем ситуацию, рыночный фундамент, техника. Для того, чтобы, друзья, у вас было общее представление о том, что происходит, чтобы у вас была мотивация работать с тем, что на рынках есть. Сегодня день благодарения в Штатах. Я еще ранее отмечал, что, ну да, по классике, отсутствие американских трейдеров, ливийной части серьезных игроков – это основа для низкой ликвидности и, по идее, вроде бы как вялотекущих движений. Но мы в моменте видим то, что с учетом такого новостного фона, как сейчас, не буду, опять же, растекаться по древу, какой фон. Мы много раз о нем говорили уже, какие посылы фундаментальные есть. Короче, сейчас на низкой ликвидности не нужно терять деятельность. Достаточно появиться к какому-то небольшому новостному триггеру, и активы будут ходить еще динамичнее, чем всегда. То есть, наоборот, сейчас, друзья, вы должны быть более осмотрительны в ваших торговых сделках и, конечно же, открывая любую позицию, прежде всего, исходите из правил риск-менеджмента. Это очень важно. Денис, ну, мы с тобой традиционно замыкаем неделю. Каких-то значимых, интересных отчетов уже не будет до конца недели. Можем поговорить, опять же, о том, что спровоцировало движение последних дней. Я предлагаю прямо перейти к демонстрации, потому что хочется сделать акцент на индекс доллара как тенденцию. Да, давай. Так, секундочку. Так, друзья, на ваших экранах сейчас индекс американской валюты. Как мы с Денисом вам рекомендовали и говорили, индекс доллара без каких-либо колебаний, без каких-либо сомнений движется вниз. Развивает нисходящую динамику. Ближайшие целевые ориентиры – это уже после теста поддержки 91.70 – уход на еще более глубокие значения. И основная причина, почему доллары сейчас, опять же, сбрасывают – это повышенный спрос на риск. Из-за темы вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca верят в то, что эти вакцины смогут погасить весь негатив от ковида. Разумеется, верят в восстановление мировой экономики. И трансляция вот этого позитива приводит к тому, что те инструменты, которые вроде бы как предназначены для защиты капиталов на финансовых рынках, в случае какого-то новостного форс-мажора, эти инструменты сейчас не пользуются спросом. Короче, вперед пошел-то риск. Также снижение политической неопределенности в Штатах. Я думаю, что можно уже Байдена признать в качестве главы Белого дома. По крайней мере, уже стали передавать власть. И это еще одна причина сейчас – не паниковать и не ставить, опять же, на доллар, как на защитный актив. Но самое главное – это все-таки ту потенциальную реакцию, которую мы ждем от властей, как Конгресса, так и Федрезерва. Реакцию на ситуацию с ковидом. Вчера вышел целый блок статистики. Опять же, за дня благодарения все отчеты прям были сфокусированы на одном дне. Доходы, расходы, заказы на товар длительного пользования, заявки на пособия по безработице. Я сегодня на своем брифинге детально рассказывал про каждый. Короче, вся статистика разочаровала, и на этом доллар полетел еще ниже. Все плохо для американской экономики. Не нужно ничего выдумывать. Если все плохо, нужно ждать только лекарства. Я имею в виду сейчас не вакцину, а деньги. Деньгами будут лечить пока что эти проблемы для домохозяйства, противного сектора. Ну а мы будем пользоваться текущим трендом, предсказуемым, друзья, ставим на еще более глубокое снижение. Денис, я предлагаю посмотреть на то, что происходит с евро. Европейская валюта тоже предсказуемо сейчас растет, поскольку все-таки поджимает доллар. Держится линия восходящего тренда для тех, кто раньше не покупал. Хотя, друзья, если вы раньше не покупали евро, вы совершили большую ошибку. Рынок раздавал деньги, и не взять их было, конечно же, непростительно. Особенно с учетом того, как настойчиво мы с Денисом вам рекомендовали действовать. Но если вы все-таки ждете какой-то еще оптимальный уровень для входа, хотите выжать еще из остаточного ралли хоть чуть-чуть, можно в расчете, опять же, на коррекцию в район отметки 1.18.90 выставить отложку и брать вот от этой линии восходящего тренда. Цели 1.19.50 и 1.20. Так, можно посмотреть золото, Денис. Опять же, с учетом того, что я сказал по американской валюте, с одной стороны, логично то, что золото тоже снижается, потому что золото тоже представитель защитных инструментов. И если сейчас преобладает спрос на риск, конечно же, защита не должна расти. Но в то же время мне больше импонирует поведение золота обратное от поведения доллара. То есть я привык работать с тенденцией, например, роста золота, когда доллар слабеет. Это логично. И также я, друзья, на долгосрок рекомендую вам использовать текущее значение. Вот смотрите, как хорошо обхаживается. Даже видно сейчас поддержка 1.800. Я думаю, что от этого уровня может начаться перехват инициативы и последующее восстановление. А насколько быстро золото будет расти, как быстро произойдет разворот, все это упирается в решение Конгресса, либо Федрезерва по новым мерам экономического стимулирования. Как только эти решения будут оглашены, допуская, что уже после второй половины декабря, тогда мы получим серьезный период для роста золота. Пока текущая коррекция, зайти по очень классным уровням на долгосрок и, опять же, зарабатывать на растущем тренде. Что касается нефти, вот, наконец, хоть какое-то подобие снижения. Слушай, вот после теста, сейчас максимум у нас был 40, секундочку, почти 49 долларов за баррель, бренд решил все-таки немножко откатить. Сейчас копировки 47,82. Я очень скептически сейчас отношусь к тенденции роста золота, черного золота, потому что, на мой взгляд, нефть очень сильно перекуплена сейчас. С учетом того фона, который есть по ковиду, актуальных опасений из-за падения спроса, все-таки сомнения в том, что страна ОПЕК на заседании в начале декабря хоть что-то предпримет в плане дополнительных мер, чтобы поддержать цены. Текущая восходящая тенденция доказывает только лишь то, что рынок сейчас полон спекулятивного капитала, именно такого настроенческого, который и способствует текущему росту. Если начнется какая-то паника, коррекция в отношении риска, я думаю, что нефть может оказаться впереди всех таких инструментов вместе с индексами американского фондового рынка. Поэтому я не буду рекомендовать сегодня сделку в расчете на продолжение тренда восходящего. Я рекомендую дождаться все-таки пробоя 46-45 долларов за баррель и после этого открывать уже короткие позиции. Думаю, когда это произойдет, у нас с тобой будет возможность снова выйти в эфир и уже актуально прокомментировать ситуацию. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично. Мне сейчас должно быть уже видно. И мне на самом деле есть что сказать касательно твоего анализа, твоего мнения. У нас на этот раз очень даже солидарно. Дело в том, что для своих подписчиков на другом канале я показывал еще, собственно, с понедельника выброс сверх, потом у меня были сомнения. Я даже продавал евро в районе 1,1880, но вышел с него там буквально минус 7 пунктов уже поздно вечером, потому что были огромные сомнения, когда вот пошло вот такое перекрытие вверх. Ну и плюс ко всему еще показывал тот момент, что у нас вот если по подпринту разобрать, даже без точного значения, то видно было вот в самой опадающей ключе по евро, большие вкрапления по бидам, то есть это срабатывание байлимитов происходило. Следовательно, реакцию вверх дали, и сейчас я больше в плане ориентира уровней, в плане ориентира верхней границы рынка плюс технику. Я здесь ориентируюсь на верхней границы рынка, и они начинаются в районе 1,2015. То есть 1,2015 на данный момент с точки зрения опционного анализа – это верхняя граница рынка, и сюда же попадает еще и плюс контрольная маржинальность. Я вот себя показывал коррекцию вниз в район как раз самой ближайшей поддержки и выброс вверх. Коррекцию вниз буквально от этой свечи дали уже на следующую свечку. Я бы сказал, просто идеально пунктовая получилась точность, и дальше выброс вверх. То, что сейчас там рисуют падающую свечу, особо ничего не значит. Даже по футпринту, в принципе, более-менее распределен здесь объем, поэтому я лично считаю, что движение вверх у нас продолжится. 19,50 – это первая цель, от которой, может быть, там что-то на коррекцию нарисуют. Ну, не факт. А вот в районе 1,20,15 и выше, там вплоть до 20,30 – вот эта область реально сильная. Поэтому, если аж сюда добьет, то оттуда действительно стоит рассматривать продажи, потому что, по сути, это у нас будет пробой, точнее, годового максимума. И такие вещи чаще всего происходят, то есть, как ложный делают пробой и быстрый нарог в обратную сторону. Ну, а так что, если все это вместе подытожить, то я считаю, что вот этот максимум цена запросто может протестировать, как минимум, ложный его пробить, а потом уйти уже, ну, я бы сказал, даже на первое полугодие 2021 года уйти уже в коррекцию. Но сейчас все-таки приоритетное движение вверх, вот в район 1,20 – ориентир. Поэтому продавать раньше лимитом крайне не советую этого делать. Лучше дождаться более четкого сигнала уже, там, кульминацию какую-нибудь или по технике, там, скажем, пробой. Там, внутренние комбинации, развороты тогда еще можно, но сейчас не стоит. Так что вот такой сценарий и затем более-менее значимая коррекция, ожидаем по евро. Что касается золота, по золоту я за то, что будет добой вниз, потому что, опять-таки, с точки зрения техники, с точки зрения объемов и вливаний, у нас получается, что проталкивающий объем находился практически вот здесь, вот он. Сейчас, как бы, да, формируется здесь накопление, и причем открытый интерес сейчас перешел уже с декабрьского на февральский контракт. Но, тем не менее, все равно в идеале золото практически всегда делает добой, тем более здесь он прям капец, как виднеется, добой вниз в область 1773-1793. А затем более-менее значимая коррекция уже пунктов где-то на, ну, практически на 700, то есть в район уже 1850 примерно, вот туда цена запросто может дойти. То есть вот такая схематичная коррекция, я лично ожидаю, что с очень большой вероятностью у нас может произойти. Вот, так что золото все-таки пока не спешите с покупками, дождитесь вот этой зонки, просто запомните цифр 1773-1793, и с этой области уже будем рассматривать коррекционные покупки. Тем более у нас открытый интерес сейчас в текущем месячном акционном контракте, вот более 10 тысяч контрактов сейчас открыт. Так что однозначно эта область очень сильная, вот путы здесь просто огромные находятся. Так что ждем. И касательно нефти, мне очень понравилась твоя мысль, что дальше лонговать не стоит, я ее полностью разделяю. Единственное, только ты смотрел бренд, у меня нефть марки ВТА. Ну, смысл абсолютно тот же самый. То есть я считаю, что действительно назрел момент коррекции. Не буду говорить о том, что нефть, там обвал и так далее, нет. Но коррекцию – да. То есть тиков так под 300-350 цена может прогуляться. Тем более учитывая то, что у нас все-таки, если присмотреться внимательно в процессе роста, самый крупный объем у нас был сформирован не в проталкивающем твиче, а в следующем. И с большим вкраплением АСКОВ. Что это означает? Это селл-лимит. То есть вкрапили АСКОВ. На протяжении недели ключевое накопление у нас уже сделано вверху. Поэтому при большем уточнении на часовом графике здесь реализована очень неплохая комбинация. То есть раз накопление, выброс, возврат к накоплению, снова его правое крылоформирование, пробой, закрепление вниз. Вот такие вещи очень часто откатывают снова вот к этой зонке вращения, которая как бы сегментирована между двумя накоплениями, и отсюда отваливается снова вниз. Поэтому я считаю, что есть хорошая вероятность прогуляться действительно вниз. Единственное, вот только с коррекцией. Текущих не советую этого делать. Ну и плюс ко всему, вот на часовом графике уточнение объема, пожалуйста, то есть не в процессе проталкивания, а вот именно самый крупный объем сформирован был на его окончании. То есть на окончании формирования данного объема, там где сейчас как поддержка выступает, это как раз таки срабатывание уже происходит селл-лимитов. По инерции часто бывает так, что там один сегмент, либо два сегмента добивает, три это очень-очень редко, в основном один-два. И потом уже после этого начинается действительно более-менее значимая коррекция. Поэтому все-таки по нефти я полностью с тобой солидарен, да, действительно лучше работать на продаже. Тем более, вот если посмотреть саму даже свечу, которую пытались продолхнуть, у нее по футпринту самые большие сделки происходили именно в верхней четверти. Это уже означает, что здесь продавцы начали активно бороться с покупателями. Потом уже более-менее распределено. Ну такие моменты я очень так щепетильно к ним отношусь и просматриваю. Поэтому нефть я считаю, что все-таки скорректируется вниз. Спасибо тебе, Денис, за развернутый комментарий технический. Остается только следить тебе о традиционном классном закрытии недели. Смотрим давай классных выходных. И до следующей встречи уже во вторник. Я думаю, что будет точно о чем поговорить. Спасибо тебе. Спасибо, коллега. Тебе тоже отличных выходных, которые практически уже начались в связи с праздниками. Спасибо, пока. Все, счастливо и до вторника. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok